В свое время мы провозгласили Беларусь с социальным государством. Поддержка социально уязвимых категорий есть и будет одним из векторов нашей политики. Однако уровень развития нашего общества и гражданской ответственности беларусов позволяет менять характер такой поддержки. Постепенно переходить от патерналистской модели к поддерживающей. Когда государство не просто берет на себя решение всех проблем человека, но создает такие условия, чтобы человек самостоятельно мог решать свои проблемы. То есть не рыбу, а удочку в руки. Для такого перехода у нас создана достаточно эффективная правовая база, сохраняя лучшее, что наработано и проверено опытом. Парламенту предстоит дополнять, совершенствовать правовые нормы с учетом современных требований, достижений и передового международного опыта. Особое внимание следует обратить на тему демографической безопасности. В этой сфере мы сегодня пожинаем плоды спада рождаемости 90-х годов, поскольку именно это малочисленное поколение становится сегодня родителями. Еще один чувствительный вопрос – угроза потери наших традиционных ценностей. В условиях стремительно развивающегося мира у молодого поколения на первый план выходят вопросы личностной самореализации, в ущерб стремлению создать семью и продолжить род. Семья должна стать ориентиром всей социально-экономической политики. Что бы мы ни делали, строили жилье, благоустраивали наши города, развивали образование, медицину, спорт, в качестве главного потребителя, благ и услуг, мы должны видеть детей, семью. Сегодня странные метаморфозы происходят, я на это особое внимание обращаю. Если раньше мы в селах, в малых городах, да и в городах больших работали, а не работали нас родители заставляли, вели за руку, то сегодня, увы, все происходит наоборот. Наши молодые родители ногу за ногу, на диван, раньше с газетой, сейчас газеты уже не читаем, тычут в эти планшеты, иногда смотрят в ящик, бывая, открывая спортивные объекты при школах, а мы сейчас строим школу и комплекс спортивный, я прошу, чтобы дети тащили этих ленивых родителей на эти спортивные объекты. И это не только внешние требования, в этом большой смысл. Люди болеть меньше будут, меньше в аптеке ходить будем и стоять в очереди и требуют, чтобы подешевле были лекарства. Увы, вот так переворачивается мир даже в мелочах. Только так мы сохраним нашу самоидентичность, сохраним белорусскую нацию, закон, а также деятельность. И личный пример, который сегодня является лидерами мнений, представители власти, научной и творческой интеллигенции, должны работать на решение всех жизненно важных вопросов. Мы должны вести за собой общество по всем направлениям, от спорта до экономики. Субтитры создавал DimaTorzok